Субтитры создавал DimaTorzok Еще раз здравствуйте, друзья! Пишем сегодня морской пейзаж. Вы видите каркасный цвет в картине. Красный, розовый. Он всему создает подсветку. Макнул кисть, большую строительную кисть. Ну, у кого нет строительной, можно благородные кисти. Макнул в разбавитель и немного белилами, чуть-чуть с красным. Просто намочу весь холст. Чтобы холст не сопротивлялся набору краски. Чтобы холст не сопротивлялся набору краски. Ну вот, холст стал восприимчив к веществу. Беру красный кадмий. В центр наращиваю его. Именно красный заслонен сиреневыми облаками. Добавлю немного белил. Чтобы он не был такой агрессивно красным. Чтобы он не был такой агрессивный. Мягко распределяю вещество в центре картины. В районе источника света. К этому цвету добавлю еще белил. И желтый. И белый. И тоже можно мягко вот так распределить ребром ладони. К этому цвету, который у нас на палитре. Добавим голубой. Например, голубая ФЦ. Нарочито ниже середины, но стремится к середине. Линия горизонта. Наберем цвет моря. Мысленно эта линия продолжается сюда. И можно чуть-чуть наполнить содержанием скалы. Пока очень приблизительного цвета. Ниже, да, ниже. Чтобы сделать, например, ниже, я сбиваю. Сбиваю ладонью. Линия горизонта относительно середины ниже, но стремится к середине. Линия горизонта здесь. Подожду, когда вы выполните эту задачу. Я жду вас, чтобы выполнить задачу. Сколько у нас? 350. Угу. А это закат, да? Ну да, скорее всего. И тут спрашивает. Пожалуйста, спросите у Игоря, можно ли этот закат переделать в рассвет и какие краски при этом используете? Нет, все-таки переделать закат в рассвет тяжеловато. Here's a question about if we are able to make the sunrise, not the sunset, here is the sunset, and the artist replies that to make the sunrise is difficult. Рассвет все-таки не такой красный. The sunrise is not so red. Он скорее охристый. It's more ocher color. Теперь к этому замесу, который у нас зеленит. To our mix, which is a bit green. Добавим розовый. We add pink. И вы видите, цвет облаков похож на то, что мы видим на фотографии. It's similar as in the picture. То есть, чем дальше от источника света, свет розовеет. The light becomes pinker. Еще белил, еще розового. Some more white, some more pink. Облака становятся сиреневатыми. The clouds become more lilac. Фиолетоватыми. Violet, purple. И тонально делаю их близко к тому, что свет. And the tint is close to the color of the light. Тонально это степень темности. Большая кисть прекрасно справляется с этой задачей. This big paintbrush makes it good. The same mix I spread evenly here. Теперь к нему добавляю голубую ФЦ. I add phalo blue. И в эпицентре голубизны. Начинаю развивать темное облако, которое как штора заслоняет. I develop the blue clouds, which is like a curtain. То есть та же кисть и все одной кисти удается сделать. So here I have only one paintbrush. Вот такое размазывание можно совершить. Here is like some mesh. Так, и теперь уже возьму другую кисть. Более деликатную. More delicate. Зачищу небольшую площадку на палитре. Возьму белило и голубой. I take white and light blue. Зачищу небольшую площадку на палитре. Чуть светлее. Больше белил сюда, к низу. Some more white here. Чуть смуглее наверху. A bit darker as the top. Не. 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 Зачи. И наконец следующей кистью. Белило и красный. Дополню имеющиеся светлые места. Далее добавляю светлые места. Далее добавляю светлые места. Далее добавляю светлые места. как вы видите пока все очень технологично кисть которая побывала в красном пригодится нам внизу для набора к красному я добавил черного можно коричневого красный 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 в этом месте пусть имеет эффект отражения вертикаль этот же цвет чуть припачкивает море в этой области это уже горизонталь подожду когда вы сделаете разбили ультрамарин синий цвет уже не голубой а и подобрать и и и и и и